Здравствуйте, дорогие любители хороших детских книжек! Сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Обзор покупок» и поговорим о книгах издательства «Арт Волхонка». У нас есть целых две свежайшие книжки, которые мы недавно получили и еще даже не успели распаковать. Это мы сделаем прямо на ваших глазах чуточку позже. А пока я бы хотела в двух словах рассказать о некоторых книгах этого издательства, которые уже прочно обосновались на нашей книжной полке. Итак, начнем с серии о музыке просто. Книга «Музыка. Секреты и секретики» – это, по сути, такая энциклопедия для детей от 6 до 13 лет, где рассказывается очень понятно и просто. Даже я, человек далекий от музыки, читала эту книгу с удовольствием и узнала много нового. Что такое ноты, когда они появились, что такое октава, «Музыкальный ключ» и другие важные музыкальные понятия, вы найдете ответы на эти вопросы в этой книжке. А еще одна книга этой серии «Бей в барабан и не бойся». Ее автор, известный музыкант, всемирно известный Марк Пекарский, он написал исключительно о ударных инструментах. Собственно, он сам как раз специализируется на них. Здесь мы узнаем историю появления барабанов, литавр, гонга, их роль важная в истории, в жизни людей. Книга написана от имени Марка Пекарского. Здесь есть ирония, шутки. Он признается, что в детстве он и не любил музыку поначалу. А еще очень заинтересовавшая меня книга «Рассказы толстого мальчика». Это первый сборник Александра Блинова. Его рассказы печатались в журналах, но сборник рассказов, я так поняла, вышел впервые. Речь идет о забавных случаях из жизни обычного московского школьника Саши Блинова. Все у него, как у обычных мальчиков, страдания те же, учеба, потеря вещей, влюбленность и так далее. Мне очень нравится, как оформлена эта книга. Видите? И здесь картинки черно-белые, но тем не менее очень выразительные. Нравится обложка, эту книгу очень приятно держать в руках. Конечно же, это очень приятное чтение. Все время вызывает улыбку. Серия «Хорошие манеры. Вопросы и ответы». Действительно, Варвара Мухина, автор этой книги, сделала очень интересный проект. Как будто ребенок, подросток задает вопросы, связанные с поведением в транспорте, в дороге. Другие случаи из жизни используются. Получает ответы. Экскурсы в историю здесь есть. Интересное оформление. И, конечно же, эта книга будет полезна не только детям, которым нужно знать, что нельзя ковырять в носу, но и многим взрослым. Потому что они все знают о том, как, например, нужно, можно ли, нужно ли разговаривать по телефону в общественных местах. Серия «Про». В этой серии три книжки. Две из них у нас есть. Про город от А до Я. Сначала эта книга меня не очень впечатлила. Я подумала, зачем рассказывать о городе, используя алфавит. Но потом, обращаясь к этой книге, я нашла здесь очень много интересной информации и полезных, никогда прежде неизвестных фактов. Здесь говорится о жизни как современного, так и города, как сказать, исторического. Здесь есть понятия, связанные с какими-то архитектурными деталями, но также и с профессиями городскими, с едой в городе. Мы узнаем, кто такой фонарщик, дворник, какие это были профессии, какой был их статус и многое другое. Эту книгу очень рекомендую. Книга про детство на кораблях рассказывает о малоизвестном, наверное, эпизоде, о том, как дети, дети и взрослые, дети моряков в годы Гражданской войны вынуждены были из Крыма отправиться к берегам Туниса и там осесть. И некоторое время даже жить на корабле и учиться. В этой книге, написанной Еленой Борисовой, рассказывается о судьбе, в первую очередь, девочки Анастасии Манштейн. Именно она была дочерью одного из капитанов, так называемой русской эскадры. Здесь много фотографий, исторических плакатов, открыток, каких-то документов. И рассказывается о перипетиях, о некоторых приключенческих моментах, о страданиях, которые выпали на долю этих людей. И, конечно же, понимаешь, как все-таки многие люди, потерявшие родину, страдали и были несчастны. Еще одна книга под названием «Капля». Ее автор и художник Настя Коваленкова. Возможно, вот этот формат не очень обычен для издательства «Арт Волхонка». Это книга для детей, рассказ для детей от 3 до 5 лет. Может быть, даже кому-то и в 2 года будет возможно прочитать ее. Посмотрите, здесь забавные иллюстрации и небольшой текст, связанный с приключениями Капельки. Она, как живое существо, путешествует, находит себя, и ребенок подспудно узнает о значении воды в природе. Вот эти книжки у нас есть. Не так давно я прочитала книгу «Варенье Нострадамуса». Для меня это было настоящее открытие, потому что многие люди, а я в том числе, рассматривала Нострадамуса скорее как астронома, человека, который известен своими предсказаниями. А оказывается, это был очень талантливый, знаменитый ученый, человек тяжелой судьбы, потерявший всех своих родственников во время одной из эпидемий чумы. И жила ученый, алхимик, человек, который хотел изменить жизнь людей к лучшему. Почему такое название «Варенье Нострадамуса»? Действительно, среди многих увлечений этого человека было и желание сохранить фрукты, сохранить жизнь фруктов и как-то ее продлить с помощью сахара. Здесь мы узнаем интересную информацию о сахаре, о том, как варили варенье, что варенье в те времена, в средние века, немножко иначе понимали, чем сейчас. И в конце книги есть приятный бонус, рецепты по Нострадамусу варенья. Нужно сказать сразу, что то, что мы сейчас понимаем под вареньем, немножко отличается от того, что приведено в книге. Это скорее фрукты засахаренные и также есть рецепт марципана. Книга «Жемчужина Адальмины». В данном случае взята известная постановка и, собственно, произведение, по которому она была поставлена. Что мы имеем? «Жемчужина Адальмины». Смотрим картинки. Очень вкусно пахнет книга. Это эскизы костюмов театральных, которые придумал известный художник Александр Веснин. Дело в том, что постановка этого произведения, известного финского писателя 19 века, состоялась в 20-е годы в Советской России в театре. Это время удивительных экспериментов в театре, на сцене, некоторые свободы. И в данной книге мы видим иллюстрации этой эскизы. А также приведена сказка Захария Сотопелиуса и, собственно, пьеса, которая получилась в результате того, как обработали эту сказку. Эту книжку мы еще изучим подробно и напишем о ней. Книга «Что придумал Шухов». Конечно же, все знают, наверное, Шуховскую башню, но Владимир Шухов был очень известным инженером, талантливейшим человеком, которому принадлежит множество открытий в области инженерной мысли и строительства. Давайте посмотрим, как книга оформлена. Здесь я вижу фотографии старинные. Это, конечно же, они имеют отношение к Владимиру Шухову. Его, конечно, биография, первое изобретение, хобби, участие во всемирной выставке, его идеи универсальные и открытие велосипеда. Конечно, эту книгу надо подробно изучить. Вот такая интересная книга, яркая. Здесь много фотографий, схем, коллажей. Конечно же, здесь много текста, который наполнен информацией о жизни знаменитого инженера и конструктора. Ну вот мы и рассказали вкратце о книгах, выпущенных издательством Март Волхонка. Как вы поняли, это в основном познавательные книги, отличного качества, яркие и интересные. Я очень люблю это издательство и надеюсь, вы тоже его полюбите. Спасибо за внимание. Читайте книги.